Данные о транзакциях, то есть какие покупки делал человек в какое время. Данные социальных сетей, то есть какие-то дополнительные интересы, хобби, тоже какие-то психологические моменты. Всё это становится известно, всё это можно собирать и на основании этих данных принимать какие-то решения. То есть всё это объединяется вот этим термином Big Data, который так часто звучит в последнее время в различных маркетинговых публикациях, материалах и так далее. Действительно, это огромное количество данных о пользователе, причём данных, которые позволяют получить такой обзор аудитории, то что называется на 360 градусов. То есть вся-вся-вся информация, которая только может быть, она вся есть. Есть, конечно, другая проблема, которая тоже идёт через запятую с понятием Big Data, это то, как с этими большими данными работать. Потому что огромные данные — это огромные ресурсные затраты и колоссальные вклады аналитиков, каких-то интеллектуальных усилий в то, чтобы из этих больших данных какие-то выводы, какие-то аналитические результаты, отчёты получить. Как используют те данные, полученный обзор на 360 градусов аудитории? Ну, конечно, если говорить о привлечении трафика, то есть о маркетинге — это точное таргетирование рекламных сообщений. Можно какие-то совсем простые примеры проводить. То есть есть такой небольшой кейс, конечно, он не касается прямо вот всего вот этого обзора аудитории английских шлесандрацев, просто примеры ипотеки для военных, то есть такое конкретное направление. И очень удачно была решена эта задача путём таргетированной рекламы в социальных сетях просто на выпускников военных вузов, которые в определённый год закончили военный вуз. Таким образом, удалось очень точно определить аудиторию именно ту, которой актуально вот это предложение по военной ипотеке. Таким же образом, есть такой контрпример, когда также финансовые организации, которые, напротив, абсолютно неинтересны, то есть они не предоставляют услугу военной ипотеке, точно так же просто за счёт вычитания этой аудитории эти пользователи были исключены из таргетирования. Различные программы лояльности, ориентированные на персоны пользователей, предложения каких-то индивидуальных товаров или услуг, риск-менеджмент, как анализ каких-то некорректных фальшивых операций, также проводится с помощью использования больших данных и отслеживания в реал-тайм подозрительных операций, подозрительных активностей от тех пользователей, от которых этих активностей ожидать нельзя. Логичным продолжением глубокой сегментации пользователей на основании этого комплекса данных следует персонализация, то есть персонализированный подход и переход от сегмента ориентированного подхода, то есть когда мы действительно ориентируемся на сегменты по полу, либо каким-то крупным таким каналам деления к персонально-ориентированному подходу, который как раз опирается на те данные, которые о пользователях мы имеем. И поскольку наш рынок, особенно в области маркетинга, я могу говорить про онлайн именно направление, идет где-то с задержкой год-полтора по сравнению с западом. Сейчас этот промежуток стремится к тому, чтобы сократиться. То есть мы постепенно все лучше начинаем работать, и работаем уже с меньшей задержкой, так же, как и наши западные коллеги. И, конечно, на Западе упор на Big Data сейчас делается колоссальный, и крупные IT-компании IBM и SAS предлагают решения как раз для финансовой сферы, которая касается именно работы с большими данными и попытки обрабатывать эти данные и делать персонализацию на основании как раз вот этой информации. Опять же, какое использование персонализации возможно? Тут хочется еще оговориться, что когда мы говорим о каких-то огромных объемах, больших датах, каждый из вас может подумать, ну хорошо, окей, это действительно такие глобальные проекты, как конкретно сейчас мы можем это использовать. То есть вот с чего мы можем начать. Самое простое и эффективное, что можно начать делать, это делать индивидуально, ну или в какой-то степени персонализированные предложения, которые рассылаются по e-mail. Вот опять в какой-то из утренних презентаций был этот пример с обращением, да, когда даже по полу нет сегментации, то есть уважаю мы, а я через слэш такое обращение, которое вызывает какой-то, ну, неприязнь заведомо уже с первой строчки у получателя письма. Тогда как можно использовать гораздо более тонкую персонализацию, для этого существует сейчас, ну, даже у нас в России отличные сервисы, которые позволяют это делать. И вот есть, ну, небольшие данные, да, что конверсия даже, ну, первым приближением персонализации в e-mail, она повышается на 10%, и сетя, то есть прокликиваемость объявлений также увеличивается примерно на 14%. Если опять же говорить вот о той истории той информации, которая известна о пользователях из тех сайтов, которые он посещал. Есть примеры, когда сайты, ну, финансовых организаций, банковские сайты выполняют персонализированные предложения контента на своих страницах в зависимости от истории пользовательского поиска. То есть, например, для двух людей, один из которых интересовался покупкой автомобиля в последнее время, а другой, например, какими-то туристическими предложениями, на сайте может быть показан баннер разный в зависимости от его истории пользователя. То есть, для первого варианта это может быть какая-то информация об автомобильном кредитовании, какое-то такое предложение. Во втором случае это, например, может быть, ну, предложение, анонс дорожных чеков, либо, ну, какой-то такой релевантный для этого пользователя информация. Конечно, это существенно увеличивает эффективность взаимодействия пользователя с сайтом и увеличивает конверсию его в клиентов покупку, в какую-то регистрацию. Из других примеров персонализации можно также обозначить геозависимые рекомендации. То есть, когда мы пользуемся мобильными устройствами, Android-устройствами, ну, и Apple тоже, то информация о том, где мы сейчас находимся, она доступна, ну, может быть, доступна различным площадкам, и таким образом могут быть показаны в том числе геозависимые какие-то предложения. Вот, например, есть вот это устройство iBeacon, которое позволяет, когда посетители посещают, ну, например, какой-то магазин, получать данные из его мобильного устройства об его истории поиска, например, показывать сразу на мобильном устройстве какие-то специальные предложения, которые имеют место именно в этом магазине. То есть, информация у нас, она уже совершенно не секретна и доступна. Поскольку данных очень много и работы с ними как-то надо, то о каких-то ручных и там полуручных способах, конечно, речь уже не идет, и тут в роль вступают автоматизированные системы управления рекламой различные. Ну, также лидогенерации на основании тоже автоматических алгоритмов, я думаю, что они расскажут там в следующих докладах. Кроме того, автоматизируется сбор данных и различная отчетность. Почему? Потому что входящая информация о посещаемости сайта, о поведении пользователя на сайте, она настолько важна, и затрачивать какие-то дополнительные усилия на то, чтобы там, допустим, каждый месяц собрать эти данные, это просто нерационально, потому что с этими данными нужно работать, и основной вектор усилий, естественно, нужно направлять на то, чтобы получать информацию из данных. Поэтому автоматизированная отчетность – это, ну, такой, наверное, must-have, который должен быть у каждого. То есть если вот то, что мы говорим про big data, это, ну, все-таки действительно сложные решения, которые подходят каким-то крупным компаниям, то какие-то простые вещи, которые касаются автоматизации, они, ну, должны быть буквально у всех. Ну, вот совсем простой пример тоже. Задача – выполнить удобную какую-то ежемесячную отчетность по посещаемости сайта. На самом деле даже традиционный, ну, основной сервис аналитики, Google Analytics позволяет настроить очень удобную отчетность, которая по определенным срезам заранее запланированным будет приходить ежемесячно на ваш e-mail, там, с каким-то, может быть, комментарием, если это нужно. И таким образом, ну, просто каждый месяц в вашем почтовом ящике будет сводка всех нужных данных без каких-то дополнительных усилий на это. И еще один тоже полезный пункт в Google Analytics, полезный момент, который можно настроить – это автоматическая настройка уведомлений о каких-то событиях. То есть, например, это может быть рост процента отказа или, там, резкое снижение конверсии, когда автоматически оповещение об этом приходит на ваш e-mail, вы всегда остаетесь в курсе того, что происходит на сайте, и всегда можете маякнуть тем людям, которые за это ответственны, что вот что-то случилось, надо что-то делать. Я считаю, что это очень важно, важно всегда держать руку на пульсе и контролировать то, что происходит. Основные вот эти три тренда, которые, в принципе, между собой объединены, то есть это микросегментация, это персонализация и автоматизация процессов – это то, зачем будущее, то, куда движется поисковый маркетинг в ближайшее время. Но я бы хотела еще, если у меня есть еще чуть-чуть времени, чуть-чуть времени остановиться еще на одном моменте – это о том, как получить аудиторию на сайт, хотя, в принципе, в некоторых докладах я уже слышала сегодня подобную идею. Смысл в том, что есть сейчас два тренда в интернете. Первый – это контент-менеджмент. Мы про него точно уже сегодня много говорили, то есть, что, ну, там, вот контент-король, такое устоявшееся выражение, которое уже все говорят, там, интернет-маркетологи. То есть, материалы на сайте, контент разный, он нужен, важен и полезен. Есть еще один тренд, может быть, вы его замечали, там, для себя или, там, друзья, знакомых, сейчас все хотят учиться. Онлайн-курсы развиваются, ну, очень быстро, динамично, и, действительно, люди хотят получать какое-то дополнительное образование онлайн.